Оперативную обстановку в округе и итоги работы в сфере ЖКХ обсудили сегодня на совещании в администрации. Анна Троян следила за ходом встречи и прямо сейчас расскажет, насколько беспокойной была минувшая неделя в округе. В межмуниципальной управлении Люберецкой было 1370 обращений граждан, по 34 возложено уголовное дело, 27 раскрыто по горячим следам, также было 84 ДТП без пострадавших. Такой выдалась неделя у люберецких полицейских. После с докладом выступили пожарные. Так, за прошедшие 7 дней огнеборцы осуществили 49 выездов по сигналу тревоги, потушили 3 пожара на территории городского округа. Все они случились 25 ноября. Два пожара в частной бане. Это в двух частых бане в деревне Кирилловка, квартал 3, дом 16 и поселок Малавка, Касимовское шоссе, дом 76. В результате пожаров пострадавших нет. И один пожар сегодня ночью произошел в шиномонтаже деревни Чкалова, улица Советская, дом 148, корпус 2. Как обстоят дела в жилищно-коммунальной сфере, рассказал начальник управления ЖКХ Сергей Киреев. Он отметил, что в округе продолжается ремонт многоквартирных домов. Установлено 39 лифтов из 78 запланированных. Только за прошедшую неделю заменили 7. По ремонту подъездов с 19 по 25 2018 года, выполнен ремонт в 44 подъездах. На сегодняшний день отремонтировано 1287 подъездов из 1329, что составляет 97% от установленного плана. Для завершения программы осталось у нас 42 подъезда до 30 ноября. Кроме того, в Люберцах завершается замена остановочных павильонов. Уже установлены все 69 павильонов. На четырех ведут работы по остекленению и установке урн. Закончить планируют 28 ноября. Также в округе сделали ямочный ремонт. Общий объем работ составил 310 квадратных метров. Совместно с ГИБДД завершена работа по устройству дополнительного освещения на пешеходных переходах. Всего в городском округе Люберце в текущем году дополнительно оборудовано 27 таких пешеходных переходов. К тому же на заседании всех желающих пригласили принять участие в традиционной встрече главы с жителями. На этот раз она пройдет в Доме культуры микрорайона птицефабрика поселка Томилино 28 ноября. Анна Троян, Сергей Гвоздев и Валерий Абсалямов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok